Всем доброго времени суток! Данный расклад для Ирины. Ирина, вам хотелось бы знать, каковы перспективы вашей личной жизни? Сможете ли вы, подарит ли судьба шанс встретить мужчину до конца 2017 года? Ну, может быть, начало 2018. Берем где-то январь. И я выбрала для вас сегодня красивую колоду. Такую очень женственную, но я называю ее тяжелой артиллерией. То есть это практически универсальная колода, которая отвечает на практически любые вопросы. От касающихся личной жизни до касающихся состояния здоровья. Называется Таро Альфонса Мухи. Очень интересная колода. И мы посмотрим действительно, что вы можете ждать от жизни. И может быть, есть какие-то ошибки в вашем поведении, которые не дают мужчинам наладить с вами отношения. Вот сейчас мы посмотрим вообще, что думают о вас мужчины при встрече. То есть вот вы, допустим, встречаете мужчину или вы знакомитесь с мужчиной. Вы ему понравились, что он при этом думает. Какие чувства вы вызываете у большинства мужчин? Я не имею в виду мужчин, которым по 150 лет или мужчин, которым не исполнилось еще 18. Я имею в виду именно мужчин, скажем так, нормального взрослого возраста, которые способны на определенные эмоции и действия. С каким действием или без действиям вас вы, вернее, подталкиваете мужчин, когда они вас видят? Вот что им хочется сделать? Как им хочется себя вести с вами? Что мешает привлечению в вашу личную жизнь мужчины, именно вашего мужчины, с которым вы можете быть счастливы? Каких мужчин вам надо избегать в жизни? На каких обращать внимание наоборот? То есть, какие типажи мужчин подходят, какие не подходят? Чего не случится в личной жизни до конца 17-го, начала 18-го года? Январь мы оговаривали. И что может случиться в личной жизни? Что вам подарит судьба? А также, конечно, совет карт вам для того, чтобы наладить вашу личную жизнь. Что вам нужно делать? Ну, а может быть, это будет какое-то предостережение чего-то, например, не делать наоборот. Итак, какие мысли, чувства, действия вызываете вы у мужчин? Ну, я вам могу сказать, что все хорошо, что по данным картам, которые открывают чувства, нет каких-то таких, знаете, стопоров, которые можно было бы назвать патологиями и помехой в личной жизни. Потому что думают о вас мужчины, что вам можно доверять, что вы хороший человек, что вы достойная женщина. Они не считают вас какой-то не такой или неправильной. Но есть один побочный эффект. Вот в таких мыслях вы можете создавать впечатление замужней женщины. Почему-то, может быть, вы слишком серьезны. Или, может быть, у вас сумка великовата, надо ее накладч сменить. Или что-то еще. Но именно вы у мужчин вызываете такое впечатление, что место уже занято, что вы состоявшаяся и счастливая в личной жизни. Конечно, что касается чувств, им хочется, они желают одержать победу. То есть, вот смотрите, карта шестерка посохов вообще это интересная карта, которая, в принципе, говорит о победе, говорит о хороших новостях, о добром вестнике, который приходит. Но в личных отношениях зачастую у меня эта карта означает одноразовые любовные связи. То есть, победа для галочки, победа для самоутверждения. То есть, у них есть чувство добиться такую женщину хочется для того, чтобы себе доказать, прежде всего, что ты не совсем лох, что ты молодец, что ты альфа-самец. То есть, вот такая опасность в отношениях может быть. Вы действительно можете встречать такое отношение, горящие глазки. То есть, мужчина изначально как будто бы понимает, что вы замужем или вы не свободны, что вы женщина достойная. Но при этом ему хочется действительно какого-то достижения. Ему хочется, чтобы вы обратили на него внимание для поднятия его самооценки. То есть, они действительно видят вас немножечко в искаженном свете. Товарищи, мужчины. И чувствуют, знаете, такое ощущение, как будто бы в сказке эльфы летают, когда на вас смотрят. То есть, у нас выпадает карта иллюзий, которая может говорить о том, что мужчина надумывает себе больше о вас, чем на самом деле может быть. У него какие-то могут быть фантазии, немножечко неверное представление о вас. Но фантазируют о вас, скажем так, мужчины в большом проценте. Действительно, он о чем-то начинает мечтать, строить какие-то планы. А по факту он идет и работает. То есть, мужчина может пройти мимо и пойти заниматься своим делом. Однако, вы будете провоцировать мужчин в поступках всегда на работу, в отношениях. То есть, вы не тот человек, который просто так плохонького бомжика возьмет, положит на диванчик, пусть лежит. Нет, вам будет хотеться, чтобы мужчина прилагал усилия для того, чтобы эти отношения складывались. И мужчину это будет стимулировать к работе и стимулировать на какую-то жертвенность по отношению к вам. То есть, в принципе, все хорошо. Вы та женщина, которая может, если захочет, вертеть мужчиной. Что это не означает? Где тут негатив? Но, однако, вы не провоцируете мужчин к какой-то, скажем так, пагубной страсти. И вот к тем самым, которые вам уже знакомы, отношениям по дьяволу. Зачастую мужчины действительно понимают, что они могут вас не потянуть. Потому что вы, скажем так, будете требовать к себе много внимания, много затрат. И мужчина действительно может почувствовать себя жертвой в этих отношениях. Мы сейчас пойдем дальше и будем смотреть, что мешает привлечению мужчин в вашу жизнь. Мужчины, который нужен вам. А мешает ваша сила. То есть, у вас внутри настолько стальной, закаленный, даже титановый, я бы сказала, стержень, вокруг которого вы вся и налеплены. И вот этот стержень действительно какой-то, который, скажем так, мужчины чувствуют его. Они понимают, что вы сильная. Это не значит, что вы какая-то мужественная или что-то в этом роде. Это означает, что они чувствуют внутреннюю мягкую женскую силу, которая может свернуть мужчину в бараний рог. То есть, это вот та сила, которой я задушу тебя нежно называется. И мужчины не все могут признаться себе, что они такие же сильные, как и вы. То есть, я предполагаю, что вам нужно искать сильного мужчину. Но это дальше мы посмотрим в картах. Не будем сейчас попусту разговаривать. Будем смотреть позицию. Додумывать не имеет права Таролок. Он должен читать карты. Итак, могут видеть силу ваших переживаний. Они могут понимать, что вы заставите их принимать какое-то решение. Они считают, что вы настолько сильные, что возьмете без спроса то, что вам хочется, даже если оно вам не принадлежит. И более того, они могут ощущать в вас... Вообще, выпало очень много тяжелых карт на вашу силу. Обычно закаленный человек – это человек, который очень много пережил. То есть, вот эта ситуация, когда ваши сердечные раны... Но эта карта также может тройками чей обозначать какие-то сердечные заболевания, помимо волнений. Но мы сейчас говорим о чувствах. Мы говорим о том, что мужчины понимают, что вы сильная. Что вы добьетесь своего, даже если они этого не захотят. То есть, например, вы сможете додавить мужчину в отношениях к чему-то, к какому-то решению. Но это решение, к которому вы додавливаете человека, зачастую и приводит к расставанию. То есть, вот здесь же и начинает рушиться башня, скажем так. Вот здесь и происходит разрушение на данном этапе. Но это разрушение обычно дает вам новую надежду. То, что не убило, сделано сильнее. Вы с гордо поднятой головой идете дальше. Но при этом вы остаетесь без мужчины. Поэтому немножечко умерьте, скажем так, информацию для мужчин о своей силе. Они понимают, что вы женщина, что вы достойная женщина, что вы очень-очень сильная. Вот это нужно убирать, чтобы не в смысле убрать свою внутреннюю силу, а не показывать мужчинам ее для того, чтобы они были в святом неведении, скажем так. Каких мужчин вам избегать? И вот здесь мы видим мужчин, которые пометили всю свою территорию и защищают ее с пеной у рта. То есть, тех мужчин, которые не готовы делиться. Что значит не готовы делиться? Это не обязательно деньги. Если мужчина не готов привести вас на свою территорию, если мужчина не готов доверить вам какие-то секреты, если он как будто бы шесть проглотил, занимает гордый вид и не пускает на свою личную территорию, то есть мужчины закрытые, которые постоянно думают, что вот сейчас, конечно, женщина к ним подошла только из-за того, что ей что-то надо, что сейчас обберет до нитки, обует до пятки и прочее. То есть, вот таких товарищей вам лучше избегать. Тех, которые погрязли, которые даже честно говорят, что я, это моя машина, я на себя записал, а жена там никогда даже при разводе ничего не увидела, все мое имущество записано на маму и прочее. То есть, вот я вам только такой небольшой пример привела. То есть, это мужчина, который откровенно защищает свое и не доверяет вам. Который не доверяет. Это тот человек, который будет пытаться оформить все на себя в отношениях. Это тот человек, который будет избегать какой-то власти от вас. То есть, он будет постоянно стремиться к тому, чтобы вы были бесправны, а он был на коне и на своей территории. Вот это не ваш вариант. На каких вам обращать внимание? А обращать вам внимание на, ну вот здесь интересно, кстати, выпадает карта, на каких-то скованных и бездеятельных, что ли, мужчин. Скажем так, в вашем мужчине, который нужен вам по судьбе, по характеру, главное не деньги, главное не его состоятельность. И главное не то, как он будет ими делиться, раздавать их направо, налево, или сохранить у себя там где-то в кошельке и под подушкой, и в банке трехлитровой. Это тот мужчина, который идет вперед, несмотря на какой-то страх. То есть, это тот человек, который умеет преодолевать собственные страхи. И это такой тоже человек, скажем так, пуганный по жизни, который пережил тоже определенные какие-то ситуации. Но между тем, этот человек будет таким, который умеет отдыхать и который умеет все-таки видеть какую-то надежду впереди и видеть другой берег реки. Вам нужен тот, кто не просто будет, скажем так, приходить вам, а тот, который сможет забыть свою прошлую жизнь ради того, чтобы уйти к вам в эти отношения. И это не означает, что мужчина будет женат на тот момент, когда вы с ним встретитесь. Это вообще говорит о том, что человек сможет отпустить свою личную жизнь. Но тем не менее, вы знаете, кстати, травмированный такой человек, у которого достаточно таких трудностей было в жизни, остановок, у которого достаточно тяжелая работа. Вот такой человек вам подойдет. Возможно, вот эти перипетии жизненные помогут ему вас лучше понимать в определенных жизненных ситуациях. Но я могу сказать, что человек с легким характером, каким-то таким, вам не особо подойдет. Это может быть человек, который действительно тяжко работает, но при этом умеет принимать решения и умеет совершать какие-то поступки, действия и, скажем так, работать с вами коллегиально, работать над отношениями и работать в быту. То есть что-то делать вместе с вами. Даже если это тяжело, он не будет увиливать, он будет помогать. Это тот человек, который придет достаточно быстро на первую ступеньку отношений. Вот такого мужчину вам не то чтобы нужно искать, но на такого можно будет обратить внимание. Чего не будет в вашей личной жизни до конца этого года, начала следующего. И здесь можно сказать, что мужчина, который будет пылать к вам любовью, и мужчина самонадеянный, в вашу жизнь не придет. А если придет, то погоните вы его поганой метлой, потому что вот этот вот, скажем так, павлин, начинающий павлин, он вам не подойдет. Может быть, мужчина, мужчина может быть из-за границы или мужчина, с которым вы познакомитесь по интернету, но эти отношения не дадут вам никакого результата. Они не разовьются, они умрут на ранней стадии. То есть если вы обратите внимание на товарища, который напишет вам по интернету. Но что может быть у вас в личной жизни до конца года? И выпадает великолепная карта. Это карта император, которая говорит, что вы можете до конца января 18 или до конца 17 года встретить мужчину состоявшегося, состоятельного, возможно, старше вас, мужчину при власти и с нормальным материальным положением, но при этом прижимистого мужчину, как ни странно. И при этом можно сказать, что это не тот мужчина, от которого вы ушли. И это не тот мужчина, который тоже от вас уйдет, скажем так, очень быстро. Также можно сказать, что вы этого человека на сегодняшний день вполне возможно уже знаете. И сейчас не замечаете шанса из-за того, что у вас прошлый опыт отношений каких-то есть, может быть, с другим мужчиной. Может быть, вот последний ваш опыт, с которым вы расстались, не дает вам сейчас увидеть данного человека. И совет карт. Совет карт вам. Действуйте, не сидите на месте, путешествуйте. То есть карты говорят вплоть до того, что вам нужно действительно передвигаться в пространстве. И карта говорит о том, что вам не нужно излишне полагаться на ваши чувства. Немножечко нужно более практично относиться даже к личным отношениям. То есть включать голову здесь, искать и обращать внимание на того мужчину, который будет согласен вам помогать, и которому будет в удовольствие вам помогать. Обращать тоже на таких мужчин внимание. И излишне не упиваться своими чувствами по поводу каких-то проблем. Но также и по поводу радости. Не нужно полагаться целиком и полностью только на чувства. Но меня все-таки интересует император. Какова будет еще характерная его черта, по которой вы можете его узнать. Он будет реально хорошим специалистом. По магу он может действительно заниматься магией. Хотя император вообще карта, которая не говорит о каком-либо магическом воздействии. Эта карта абсолютно земная, абсолютно такая властная, без какой-то эзотерики, скажем так. Можно сказать, что этот человек уверенный в себе, это человек, который может манипулировать людьми и добивается того, чего он хочет. Его девиз «Знаю, умею, могу». Это тот человек, который, ну скажем так, выйдет из любой ситуации и, скажем так, может предложить вам семейную жизнь. Однако легким это предложение не будет. И вообще человек достаточно тяжелый, достаточно закрытый. Но вам нужно учиться общаться с этим человеком. Вам нужно будет учиться, делая выводы из прошлого, находить с ним общий язык, применяя свои знания, которые вы уже получили в общении предыдущем, в предыдущих парах, которые у вас складывались. В общем, венец безбрачия вам не грозит. Мужчины на пути встречаться будут. Другое дело, что вам нужно не упускать этот шанс и вовремя их замечать, потому что последние отношения как-то немножечко вас ослепили, и вы как будто бы в связи с этими переживаниями стали меньше смотреть по сторонам и меньше замечать достойных мужчин вокруг себя. Но опять же могу сказать, что какой-нибудь дурачок, какой-нибудь шут вам не подойдет. Вам нужен мужчина с достаточно серьезными планами на жизнь. Вам нужен мужчина серьезный, уравновешенный, может быть даже где-то тяжелый и закрытый. И вам именно почему-то по судьбе вот этот вариант подойдет. В любом случае я желаю вам женского счастья. Я желаю, чтобы встретился тот мужчина, который, ну, мы не будем говорить, который обладает определенными качествами. Самое главное качество и самое главное, что он должен сделать, это он должен сделать вас счастливой. Все остальное не важно. Главное, чтобы ваше женское счастье пришло к вам. Я от души желаю вам удачи. Всем зрителям всего доброго. До встречи. До свидания.